Многие бренды ведут себя просто невежливо. Они вваливаются в комнату с телевизионного экрана и сразу начинают потребителю что-то пытаться продать, даже не объяснив кто они. Если сейчас ваш бренд зайдет в эту комнату, то какой он будет? Это будет мальчик или девочка? Вот это простой вопрос, какого пола ваш бренд? Хочу рассказать вам пару слов про своего дедушку. Когда я был маленьким, он всегда меня учил одной вещи, что для того, чтобы сделать работу хорошо, нужен хороший инструмент. Инструменты это мега важно. В этой главе я отдам вам свои инструменты. Многие из этих инструментов известны, а некоторые являются нашей авторской наработкой. И так получается, что сколько бы мы брендов не делали, какими бы товарными категориями мы не оперировали, несколько инструментов мы используем почти всегда. Я расскажу вам о них подробно, чтобы вы тоже могли взять их себе на вооружение и использовали каждый день для того, чтобы развивать бренды максимально эффективно. И поскольку мы заговорили о строительстве, я хотел бы задать вам один вопрос. С чего начинается строительство дома? Признайтесь себе честно, с большой вероятностью вы сказали, с фундамента. И это ошибка. Это причина того, что вокруг почти каждой советской или постсоветской столицы так много уродливых домов. Потому что люди сначала льют фундамент, а уже потом начинают задавать себе вопросы, а кто будет жить в этом доме, а как будет там происходить эта жизнь, а есть ли у хозяев собака, а будет ли она купаться где-нибудь, когда будет мокро и грязно. Слишком большое количество людей не привлекает профессиональных архитекторов для того, чтобы построить классный дом. Если мы говорим о том, что такое создание или развитие бренда, то это строительство дома в голове употребителя. Если мы хотим создать сильный бренд, то отношение к этому бренду должно быть в целом достаточно однородным. То есть в головах у огромного количества людей должны стоять одинаково красивые, похожие друг на друга домики. Как этого добиться? Очень просто. Перед тем, как начать само строительство, нужно создать архитектурный план. И потом в течение всей стройки, а стройка, я напомню, бесконечная, постоянно с ним сверяться, иногда внося в него небольшие корректировки. Поэтому первый инструмент называется колесо бренда. Это очень старый, очень примитивный инструмент, примерно 70-х годов, но он мега практичный. Считайте, что это молоток, которым можно забивать гвозди. Как вы видите, в этом колесе есть пять разных уровней. И эти уровни не просто так, они отображают эволюцию и развитие бренда. Потребитель движется от внешней части бренда к его внутренней части. Первый круг, внешний круг, это круг атрибуты. Это круг, который должен дать нам ответ на вопрос, что это, с чем его едят, зачем это, какую функцию этот бренд может выполнить для меня. Потому что многие люди просто недооценивают то, насколько важно, чтобы люди понимали, кто они и зачем они. Как когда-то пошутил один мой креативный директор, он сказал, что многие бренды ведут себя просто невежливо. Они вваливаются в комнату с телевизионного экрана и сразу начинают потребителю что-то пытаться продать, даже не объяснив, кто они. Я напомню, мы много с вами говорили о знании марки. Именно базовое понимание, кто вы, откуда вы и что вы делаете, дает потребителю шанс вас купить. Если эта работа не проделана, то нет смысла переходить на следующие уровни. На каждом из этих уровней вы можете сказать о себе не больше, чем 3-5 слов, не больше, чем 3-5 ключевых фактов. Потому что если вы туда будете писать целую поэму, то никогда в жизни вы не донесете это до головы потребителя. Никогда в жизни вы не сможете там четко создать эту историю. Поэтому если вы представите себе, что бренд это уровни, атрибуты, преимущества, ценности, личность и сущность, то фактически вам нужно описать бренд с помощью 21-го слова. Первый уровень это уровень атрибуты. Когда человек покупает косметику, он покупает надежду, он покупает другого себя. И в данном случае, когда вы говорите об атрибутах, когда вы говорите об описании того, кто вы, то вы должны идти чуть-чуть глубже. То есть вы должны ответить на вопрос, зачем? Зачем я потребителю? Что я дам потребителю? Какую главную его проблему я смогу решить? Какое главное удовольствие я смогу ему дать? Потому что возможно именно атрибуты определяют так называемый дескриптор. Это подпись под вашим именем, которая ответит на вопрос, кто я? Что я делаю? Если вы доказываете свое определенное национальное происхождение просто на уровне атрибутов, то потенциально вы можете забрать себе часть преимуществ бренда этой страны. Потому что если вы швейцарские часы, то даже если это просто какое-то там маленькое производство, то вы все равно швейцарские часы. И бренд страны будет работать на вас. Уровень номер два. Это уровень рациональных преимуществ. Если бы вы постарались продать мне этот бренд, апеллируя именно к моему мозгу, именно к моему рацио, именно к моему прагматизму, то на какие бы аргументы вы давили? Чем вы лучше других? Что вы предлагаете такого, чего другие не предлагают? Что я могу пощупать? Помните про реальные преимущества? Помните про реальную уникальность? Вот она. Вы можете предъявлять какие-то аргументы в свою пользу, но это должны быть факты, это должны быть улики, это должны быть цифры, это должно быть что-то, с чем очень сложно поспорить. На уровне преимуществ может быть много примеров. Например, обувь Геокс, обувь, которая дышит. Фактически бренд вообще свое позиционирование даже построил на этом, на том, что многие люди не любят, когда у них потеют ноги, когда у них душ на ногам. То есть если человек хочет покупать, например, свежее молоко, то ваши преимущества могут танцевать вокруг свежести. И тогда вы говорите о том, что это молоко с ферм, которое находится в радиусе не больше 30 километров. Человек думает, о, это же очень близко, тогда, наверное, это что-то свежее. О, я пришел к этому выводу. Когда мы говорим о преимуществах, мой совет всегда один. Будьте максимально конкретными. Каждый день мы жарим не меньше 400 стейков. Точка. Следующий, третий уровень, это уровень ценностей. Потребителю очень важно понимать, что вы как хороший друг, вы любите то, что любит этот человек, и не любите то, что он не любит. Когда мы говорим о ценностях, то мы говорим тут о двух вещах. Первая вещь, это вещь такая больше эмоциональная. Что чувствует потребитель, когда он вас покупает или когда он вами пользуется? Какие это эмоции? Он чувствует себя, например, там, хорошей домохозяйкой или он чувствует свой успех, да, то есть, потому что он лучше других, потому что он купил что-то чуть-чуть дороже. И когда мы говорим о ценностях, то мы говорим о том, за что вы готовы выйти на демонстрацию. То, во что вы готовы инвестировать для того, чтобы сделать мир лучше. Пример, который я люблю приводить, это обувь Томс, у которой позиционирование вообще звучит как one for one. Один за один, то есть за одну пару обуви, которую вы покупаете. Одну пару обуви этот производитель дарит тем, кому эта обувь по-настоящему нужна. Бренд Гант концентрируется на том, чтобы чистить океан. Какой процент вот их деятельности этому посвящен? Сколько денег они на это тратят? Нам это неизвестно. Но на сию секунды я могу сказать, что любая продвинутая западная компания обязана, фактически обязана представлять свои программы корпоративной ответственности, в рамках которых это связано с теми ценностями, которые бренд декларирует. Бренд выражает свою социальную позицию, поскольку, как мы помним, бренд это социальное явление. И в данном случае вы должны очень четко для себя сформулировать, какую миссию вы выполняете, за какой социальный вклад голосует потребитель, когда вас покупает. Четвертый уровень – это уровень персоналии. В современном мире, которым правят социальные сети, я думаю, что именно персональный бренд, именно бренд человека, бренд личности, бренд его истории является очень важным для человека, потому что именно он дает им модели для подражания. Люди хотят знать, кто стоит за корпорацией, люди хотят знать, какая она. И в данном случае, если мы представим, это очень старое, тоже древнее упражнение, что если сейчас ваш бренд зайдет в эту комнату, то какой он будет? Это будет мальчик или девочка? Ну вот это простой вопрос. Какого пола ваш бренд? Он женский или мужской? Или это мужчина для женщин? Или это женщина для мужчин? Он молодой или старый? Это эксперт или друг? Он общается с вами сверху вниз? Или все-таки на равных? Или в режиме вообще «ты же мы же», между вами нет никаких барьеров, вы можете легко приобняться? Какой тип взаимоотношений? Или это старый, бывалый, опытный человек, который готов передать вам свою мудрость? Или наоборот, это кто-то очень молодой, очень агрессивный и немножко оппозиционный, то есть немножко бунтарский. От того, с каким человеком будет ассоциироваться ваш бренд, будут очень сильно зависеть многие решения. Какие актеры должны его представлять? Кто может стать лицом бренда? Что будет выбирать? В каких интерьерах этот бренд будет жить? Потому что это все является его персоналией. Мы можем сделать один простой эксперимент. Вы можете зайти на сайт какого-нибудь крупного производителя автомобилей. Неважно, это будет Mercedes, BMW или, например, Volvo. Посмотрите модельный ряд. И посмотрите за один раз, например, 10 роликов, 10 видеоброшюр, которые эти производители представляют у себя на сайте. Посмотрите, как меняются актеры, как меняются персонажи, как меняются герои в зависимости от того, как растет цена на автомобиль. На определенных марках стартовых это будут молодые, веселые, беззаботные люди. Они очень редко будут одни. Чаще всего эти люди не будут одиноки. Они будут в компании, и эта компания будет веселой. Потом это постепенно переключится или на семью, или на группу предпринимателей, на группу менеджеров. Там редко будут люди одиноки. И когда вы дойдете до верхних линеек, то появится седина. Когда человек при этом не будет старым, он не будет некрасиво старым, он не будет дрожать, он будет красиво старым, он будет импозантным, он будет подтянутым, но уже, скорее всего, будет такая седина или сединка. И с большой вероятностью большую часть ролика он будет один. Один в ролике, один в кадре. Потому что это меняется персонажей, персоналий брендов и персоналий тех продуктов, которые есть. Меняется целевая аудитория. Чем дороже бренд, тем, как правило, большую функцию является собой индивидуализм. Больше внимания оказывает то, что человек думает о себе, как он себя балует. И вот подобные вещи, они очень принципиальны. Самое главное – центр. Это суть бренда. Это ядро. Это тот самый центр, точка кипения, ради которой все это перечисленное выше. Это суть бренда. Это ответ на вопрос, чем вы отличаетесь, одним словом. Когда-то, когда мы только начали работать с этим инструментом, мы заполняли его очень легко. Просто, окей, атрибуты. Кто мы там? Бум-бум-бум. Банк. Норвегия, 30 лет истории. Преимущество. Большая сеть отделений, широкая линейка депозитов и так далее. Личность. Окей, молодой профессионал, 35 лет, успешный, немножко casual и так далее. Суть, не знаю, эксперт. Но это было все не очень правильно, потому что тут нужно понимать две вещи. Первое. Между уровнями, атрибуты, преимущества, ценности и так далее стоит слово «поэтому». Соответственно, это цемент, который связывает все эти уровни. Если вы говорите, что вы, например, норвежские, то именно поэтому или именно это должно определить, какие преимущества вы будете описывать. Какие преимущества даст потребителю, напомню, прагматичному человеку, тот факт, что вы норвежский или тот факт, что у вас 30 лет истории. Когда бренды начинают планировать свое развитие на рынке, такой инструмент, как колесо бренда, может сделать две вещи. Первое. Он становится критерием для принятия решений. Посмотрите на рекламу BMW. Вы всегда будете видеть автомобиль в окружении очень ультрасовременной архитектуры. Очень редко это будут какие-то старые здания, потому что BMW как раз и говорит о современности, о технологичности и так далее. И о минимализме. Вторая функция, которая может выполнить колесо бренда, она может структурировать ваше развитие в течение времени, приоритизировать ваши задачи при работе на рынке. Расскажу вам одну историю. 29 октября 1998 года я пришел на работу в агентство Edel Sachi & Sachi. Первым моим начальником в рекламе был эстонец. Из его звали Рейн и Ида. И он рассказывал мне интересную байку про 10 мячей. Представьте себе, что сейчас перед вами стоит 10 эстонцев. И у каждого из эстонцев в руках мяч. И вот по хлопку все эти эстонцы бросят вам свои 10 мячей. Сколько мячей вы поймаете? Самый оптимистичный человек говорил 3-4. Что это означает? Что за один раз вы 60% своих усилий пустили в песок. И если мы себе представим, что один из эстонцев подойдет и передаст вам этот мяч из рук в руки, то это будет 100% попадание, 100% результат. Почему? Да потому что каждый мяч – это сообщение. А я напомню, что в модели колесо бренда у вас 21 сообщение. Что это означает? Что если вы будете передавать одно сообщение в квартал, то ориентировочно для создания бренда вам понадобится 5 лет. И это реально отражает суть вещей. Для того, чтобы создать сильный бренд, по-хорошему, как правило, нужно 2-3-5 лет. Бренды, как правило, они создаются по щелчку. Да, они могут сразу добиваться каких-то результатов, но истинное массовое распространение, массовое принятие, массовую популярность они получают через годы. И эти годы вы должны переходить от решения простых задач к более сложным. Чем более новой, необычной является ваша товарная категория или тот товар, который вы создали, тем больше усилий вам нужно будет рассказывать о том, в принципе, как это работает, зачем мне это, какая функция. И только после этого переходить на этап конкретных рациональных преимуществ. Что, почему, почему именно сейчас, почему именно вас и так далее. Когда мы говорим о социальной функции, когда мы говорим об эмоциональности, когда мы говорим о персоналиях, да, нам нужно держать это в голове с самого начала, но перейти к этому нужно только решив базовые задачи. Потому что если неизвестный бренд начинает говорить о каких-то сложных социальных материях, то очень часто он просто остается непонятым. Потому что никто не отменял базовых задач. Знание марки, знание упаковки, знание имени, знание домена, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы живем в цифровой реальности. Поэтому, когда мы говорим о создании цифровой экосистемы, неважно, что это, сайт, ютуб-канал, или создание какого-то ритейл-пространства, там намного сложнее. Потому что, например, внутри магазина вы должны сразу, за один раз, за один визит полностью раскрыть всю сущность бренда. То есть, фактически, все это 21 сообщение должно каким-то образом прокоммуницироваться в интерьере. Каким-то образом повлиять на потребительский опыт. Каким-то образом определить то, что будет видеть, чувствовать и ощущать человек. И поэтому результатом использования колеса будет большое количество правильных решений, в том числе стратегических, а в том числе и очень банальных. А с другой стороны, план развития на несколько лет. И это круто работает. Инструмент номер два называется бренд-пропеллер. Вы можете найти много параллелей с колесом бренда. Вы видите, что это круг, который разделен на несколько сегментов. В центре точно так же находится суть бренда. Здесь находятся рациональные преимущества. Здесь находятся эмоциональные преимущества. Чего нет в колесе бренда? В колесе бренда нет потребителя. А мы в Федериф, мы уверены, что потребители есть абсолютно неотъемлемой частью бренда. Мы не можем создавать бренд, не думая о том, а кто будет его потреблять. Какой объединяющий мотив? Что объединяет потребители вокруг этого бренда? Какая самая главная целевая аудитория? Какой самый приоритетный сегмент для этой аудитории? Мы всегда должны помнить о потребителе. Поэтому вверху модели, которая называется пропеллер бренда или бренд пропеллер, находится описание самого ключевого сегмента. Вверху находится портрет самого важного для вас потребителя. Уже исходя из того, кто этот человек, мы определяем рациональные преимущества, мы определяем эмоциональные преимущества. И только после этого переходим к формулировке сути. Когда эти блоки заполнены, формируется последний блок, который описывает требования к коммуникации и к идентификации. Какие мы? Как мы себя ведем? Что мы никогда не делаем? Или что мы делаем всегда? Следующий, третий инструмент называется пирамида обещания. Это один из самых практичных инструментов, который будет очень полезен в каждодневной работе. Я напомню, бренд это ответ на вопрос, чем вы отличаетесь. Бренд это обещание, что именно вы сможете дать потребителю. Так вот, работая с инструментом пирамида обещания, вы должны ответить на этот вопрос пять раз. Первый раз вы должны ответить на него одним словом. Второй раз вы должны ответить на него одной фразой. Фактически это слоган. Третий раз вам нужно ответить на этот вопрос. Кто вы и чем вы отличаетесь с помощью одного абзаца. Представьте себе, что через какое-то время ваша компания будет участвовать в выставке. И вам нужно будет дать информацию в каталог. И там будет всего один абзац текста. Так вот, какой это будет абзац? HR-директору вашей компании нужно будет представить вашу компанию для потенциального соискателя. Или у вас будет 30 секунд представить для нового партнера. Четвертый уровень. Это уровень страница, в рамках которой вам нужно дать ответ на тот же самый вопрос. Кто мы? Чем мы отличаемся? Это будет та же самая информация, только чуть более подробно, чуть более разжеванно. С большим количеством фактов, с большим количеством цифр, с большим количеством аргументов и деталей. Если в случае с абзацем это 3, 5, максимум 7 предложений, то в случае со страницей это 3, 5, 7 максимум абзацев, каждый из которых должен быть опорной историей. Если вы сейчас пойдете на сайт компании Apple и обратите внимание на то, как они запускают каждую новую свою модель, неважно, часы, планшет, какой-нибудь компьютер, то про каждый из этих моделей будет отдельная посадочная страница, на которой будет как раз разные 5-7 аргументов, про каждый из которых есть какая-то инфографика, есть какие-то факты, есть какой-то ролик. И это прекрасная иллюстрация к тому, что такое страница, которая описывает ваш бренд. И, наконец, последний, пятый уровень. Это уровень книга. А если вам нужно будет описать о компании книгу? Если вам нужно будет издать о вашем бренде целый трактат? О чем он будет? Конечно, там будет больше информации. Там будет история, там будет история о команде, о разных продуктах, обо всем. Но всю эту обширную информацию должна объединять главная мысль. И это первый уровень. Почему мы говорим о пирамиде? Потому что первая пирамида, с которой сталкивается ребенок, это маленькая пирамидка, на которую он надевает разноцветные колечки. И то, почему эта пирамидка работает, потому что в ней есть стержень. Так вот, этим стержнем и есть центральная идея бренда, и есть его позиционирование, и есть его сущность, которая начинается с одного слова. И то, что важно, все эти элементы должны работать на одну и ту же цель. Все эти элементы должны работать на одну идею. потому что главная проблема брендов отсутствие последовательности отсутствие фокуса когда тут они про одно тут про это тут про это со временем это все меняется и в итоге в голове у потребителя каша а значит сильного бренда нет хороший бренд это дятел он всегда сфокусирован на ударе в одну точку и вот эта пирамида я бы ее изображал наверно даже не вот так а вот так да потому что вся эта история она именно давит вот в эту точку одно слово определяет всю систему и ее структуру напомню что моим любимым определением того что такое бренд является ответ что бренд это эмоция и маржа которую готов доплатить потребитель за то чтобы пережить эту эмоцию еще одно определение что бренд эта система обмена эмоциями транзакциями между папой и потребитель следующий инструмент он как раз описывает то о чем нужно думать владельцу бизнеса когда он думает о создании бренда и о том как это должно выглядеть в целом это так называемая бренд система основе этой бренд системы как я уже сказал есть папа есть потребитель это два разных полюса этой системы которые взаимно притягиваются которые не работают друг без друга следующим уровнем является фактор наличие у вас дифференцирующей идеи есть ли у вас ответ на вопрос чем вы отличаетесь можете ли вы заполнить пирамиду обещаний можете ли вы сформулировать колесо бренда когда у вас этот инструмент заполнен когда у вас есть четкое видение следующий уровень это компания продукт и упаковка что такое компания это ваш бизнес важно понимать насколько этот бизнес видоизменяется в соответствии с тем какой бренд вы строите если вы строите с нуля вам немного проще потому что у вас есть видение вам нужно просто привести реальность в соответствии с этим видением а если это ребрендинг если у вас изменилась модель бренда если вы перенаписали свое колесо если у вас поменялось обещание. Если у вас поменялось видение того, кто ваш клиент, то ваш бизнес должен измениться. И первое изменение, которое должно быть, это должны быть изменения в компании. Бренд определяет то, какие у вас сотрудники. Бренд определяет то, в каком вы офисе. Бренд определяет то, какие технологии вы будете использовать. Следующий уровень – это вопрос, какие продукты создает ваша компания. Насколько эти продукты соответствуют брендовому обещанию? Насколько то, что может реально купить потребитель сегодня, соответствует тем ценностям, которые изложены вами, когда вы говорите об общем бренде. И следующий уровень – это упаковка. Как запакованы эти продукты, как запакована эта компания, как это выглядит. Почему мы относим это к одному блоку, а не разделяем? Да потому что этого не разделяет потребитель. Потому что когда мы говорим, например, бренд Моршинская или Акваминерали, то потребитель не разделяет компанию-производителя содержание бутылки и саму бутылку. Это разделение происходит только у нас, внутри компании, потому что мы понимаем, что за это отвечает производство, а за это отвечает HR. Но для конечного потребителя вы, ваше предприятие, ваш продукт и ваша упаковка – это единое целое. И потребитель скажет вам «да» или «нет» благодаря совокупности факторов. Когда у вас есть идея, следующий шаг – это создание чего-то уникального. Следующий уровень – это уровень опыта и контента. Давайте себе представим, что вы открываете ресторан. У вас есть идея, что этот ресторан будет отличаться, потому что это будет ресторан, например, аргентинского гриля. Там будет неограниченное количество мяса для каждого человека, который туда пришел и купил базовое меню. Например, так вот, если вы создали компанию, если вы набрали людей, если вы построили ресторан, если вы сделали продукт, если вы открыли двери, то с большой вероятностью даже без рекламы к вам начнут приходить потребители. Просто потому, что они живут рядом, просто потому, что они идут мимо по улице, просто потому, что у вас есть пару знакомых, просто потому, что… Просто потому, что потому, что… И вот важный вопрос. Если к вам с улицы зайдет первое из 100 клиентов, какой опыт они получат? Будет ли у них вау-эффект? Будут ли для них сюрпризы? Будут ли для них приятные открытия? Захотят ли они потом об этом рассказать? Смогут ли они об этом написать восторженный пост? Будут ли они удовлетворены? Будут ли они визжать от восторга так, что это будут слышать другие потребители? Или наоборот, они будут грустить, они будут жаловаться, они будут не понимать и так далее, и так далее. Вопрос заключается в том, что вне зависимости от того, насколько вам нужны деньги сейчас, в этом отчетном периоде, если вы работаете с брендом, вот этот вот уровень опыта и контента является моментом истины. До момента, пока вы не настроите опыт взаимодействия потребителя с компанией, потребителя с продуктом, до уровня, когда он будет положительным, когда он будет позитивным, когда потребитель будет сам хотеть об этом рассказать другим, вам нет смысла рекламироваться. Потому что если мы себе представим, что человек в мае впервые выехал из гаража на Харли Дэвидсон и прикрутил GoPro к шлему и снял свою прогулку, и выложил это в YouTube, этот ролик собрал, не знаю, 100 тысяч просмотров, то этот контент будет вас продавать, он будет продавать Харли Дэвидсон и намного лучше, чем официальная реклама. И наоборот, если человек пришел к вам в ресторан, вы принесли ему блюдо, которое отличается от того, что ему обещали в меню, он просто положит рядом меню, тарелку, достанет свой смартфон, сделает фотографию, выложит ее в Facebook, то это будет выстрел в ногу. Только когда уровень опыта, удовлетворенности и взаимодействия отшлифован, можно переходить на следующий уровень. Фактически это уровень коммуникации, это уровень рекламы, когда вы говорите людям, которые никогда у вас не были, которые о вас не знают, «Привет! Добро пожаловать в мой мир!» И в данном случае вот этот вот уровень контента и опыта, он работает сейчас в двух реальностях, в онлайновой и в офлайновой. Когда мы говорим о создании опыта, вы обязаны создать цифровую экосистему, в которой будет не просто сайт, не просто Facebook, в которой будут использованы все цифровые инструменты, они будут взаимодействовать между собой, и вы будете очень четко представлять, а каким же будет путешествие потребителя, а как можно сверстать ваш сервис, какой будет ваша сервисная модель. Вы должны сейчас очень четко представлять, а какой контент будет потреблять потребитель, когда он стоит возле кассы. Будет ли это просто пустая стена, или там будет экран, который будет рассказывать о вас, или там будет какая-то интересная селфи-зона, в которой он сделает фотографию. И только после этого можно рекламироваться. Как рекламироваться? Честно, это технический вопрос. Факт заключается в том, и это самое важное, что перед тем, как пригласить человека-потребителя к себе в гости, потому что реклама – это приглашение в свой мир. Вам нужно этот мир создать и навести в нем порядок. Проблема многих брендов, что они приглашают людей в гости, они приходят, а там ничего не готово. Там ремонт, беспорядок и не накрыто. И люди уходят голодными, разочарованными, потом долго об этом рассказывают. Поэтому, когда мы говорим о создании бренда в современной реальности, это не вопрос логотипа и не вопрос ролика, а это вопрос бренд-системы, которая является мостом, системой сообщения между папой и потребителем, в которой есть многоэтаповый уровень, начиная от дифференцирующей идеи уникального предприятия, продукта и упаковки. Когда эти шестеренки работают вместе, тогда начинается обмен энергиями, обмен эмоциями и деньгами. Тогда счастлив папа и счастлив потребитель. Деньги! Самый животрепещущий вопрос, который задают многие люди. Как определить маркетинг-бюджет? Сколько можно тратить? Сколько нужно тратить? И где, где, где правильный ответ? Это сложный вопрос. А я напомню, что в современном мире примерно 9 из 10 предприятий не доживают до своего третьего дня рождения. Почему? Потому что это неточная наука. Потому что мы живем в эпоху турбулентности и непредсказуемости. Но разве в таком формате можно посчитать деньги? Нет. Но разве при этом их не нужно считать? Нужно. Поэтому, когда меня спрашивают про маркетинговые бюджеты, я могу сказать несколько вещей. Первое. Каждое решение абсолютно индивидуально. Оно привязано к вашей ситуации на вашем рынке, к моменту времени и к вашим личным финансовым возможностям. Тем не менее, анализируя затраты, которые несут наши клиенты в разных областях, в разных ситуациях, я могу сказать примерно следующее. Если от вашего волового оборота вы тратите на маркетинг, на продвижение меньше, чем 3%, то считайте, что вы фактически молчите. Вас нет. Это писк. Если ваша компания ориентирована на активное развитие, на агрессивный рост, или она находится на стадии запуска, или она работает в сегменте лакшери, то очень часто эти затраты составляют 5-7% от оборота, а иногда даже 7-10%. Если компания на продвижение тратит более чем 10% от оборота, то эта ситуация является исключительной. Это может быть связано с необходимостью запуска на очень высококонкурентном рынке или с работой с невероятно требовательной, индивидуальной, персонифицированной, избалованной лакшери аудиторией. Чаще всего все равно расходы прячутся в диапазоне от 3 до 8, иногда 10% от оборота. Это тот диапазон, в рамках которого вам нужно мыслить изначально, базово. Итак, про проценты мы проговорили. Но внимание, вопрос. А как же определить реально обоснованный, реально целесообразный уровень бюджета? Существует несколько точек, от которых вы можете отталкиваться. Первое – это рынок. Самый простой способ – вы понимаете, кто является вашим конкурентным окружением. Вы можете оценить, сколько эти компании или сколько эти бренды тратят, сколько они инвестируют и определить, какая будет ваша позиция относительно их. В принципе, работа с бюджетом, сравнивая его с бюджетами конкурентов, она критически важна, если вы являетесь крупным рекламодателем. Потому что есть такой показатель, как, например, доля голоса. Это процент денег, который тратит категория, которая приходится на ваш бренд. Самый простой способ увеличения рыночной доли – это по учебникам, когда у вас равны все базовые условия, например, цена, например, дистрибуция, и вы начинаете тратить на продвижение процент денег от категории, который больше, чем ваша доля рынка. Например, существует категория холодильников, она активно рекламируется в категории 5 игроков. Вы – среднестатистический игрок, у которого доля, например, рынка 10%. Но вы начинаете тратить на рекламу больше других, и ваша доля голоса составляет 30%. С большой вероятностью, если прочие и другие факторы окей, то ваша доля будет расти. Вы обязаны учитывать тот пейзаж, тот лендскейп, в рамках которого вы будете работать, и вы должны четко понимать, что чудо имеет свои ограничения. Да, вы, может быть, будете чуть-чуть лучше в креативе, чуть-чуть лучше в медиапланировании, но против лома нет приема. Если ваш конкурент будет тратить на продвижение в 10 раз больше, чем вы, ссори, он будет намного заметнее, чем вы. Мы поговорим об этом в следующем блоке, который посвящен как раз коммуникации. Но вы должны четко понимать, что самым прямым способом увеличить ваше медиаприсутствие является увеличение медиабюджета. Деньги решают в данном случае львиную часть в факторе обеспечения охвата, в факторе обеспечения какой-то чистоты, в факторе вообще медиадавления. Поэтому в любом случае вам нужно всегда понимать, сколько тратят конкуренты, сколько они тратят на прямую рекламу, сколько они тратят на трейд-маркетинг, сколько они тратят оффлайн, и эти бюджеты вам нужно понимать и соизносить со своими. Второй фактор, на который вы можете обращать внимание, это ваши внутренние факторы. Например, как я уже сказал, оборот. Некоторые компании привязываются не к обороту, а к маржинальности. Они говорят, нам не важно, на какие деньги мы продаем, нам важно, сколько зарабатывает каждый бренд, сколько зарабатывает каждый продукт. И иногда компании, которые находятся в очень агрессивной финансовой культуре, они задают горизонт возврата инвестиций в маркетинг и в продвижение. Я не всегда с этим согласен, но иногда эта компания дает возможность круто развиваться, такое очень жесткое финансовое мышление, когда они говорят, окей, инвестиции в промо должны вернуться в виде маржи бренда в течение первых трех-шести месяцев. Я напомню, что если вы делаете бренд, если вы инвестируете в него, то некоторые вещи, как результат, вы получите немедленно и вы обязаны их получать немедленно, иначе это будет просто обогрев океана. Но некоторые вещи вы получите в виде отложенной выгоды, в виде вашего знания марки, в виде вашей репутации, в виде ваших будущих покупок. И вы можете смотреть, окей, если этот бренд обладает такими продажами, если этот бренд обладает такой маржой. Какую часть денег логично реинвестировать? Могу ли я в первый год, например, реинвестировать всю прибыль, которую генерирует этот бренд? Достаточно ли этого будет для агрессии, если я это буду соизмерять с затратами рынка? Окей, рынок тратит по миллиону долларов, моя доходность этого бренда в первый год составит 500, а смогу ли я с помощью 500 добиться того результата, который добиваются конкуренты? Или все-таки первый год стоит тратить больше их вне зависимости от прибыли? Поэтому третий способ, третья привязка, это не привязка к рынку, это не привязка к марже, а это привязка к чуйке или, так сказать, привязка к целесообразности. Когда вы сначала создаете список проектов, которые вам нужно реализовать, когда вы сначала их оцениваете, а потом думаете, где найти эти деньги. В принципе, смелость маркетолога, чуйка маркетолога, интуиция маркетолога, она как раз заключается в том, как помирить эти три фактора, как определить, что действительно нужно сделать бренду на рынке, как ухитриться сделать это за логичные деньги и сформировать таким образом необходимый бюджет. Как оценить этот бюджет в контексте того, что делают конкуренты и в контексте того, сколько денег этот бренд реально может заработать или реально зарабатывает. Вот в этом вот балансе этих трех сил и заключается роль директора по маркетингу и заключается роль папы бренда. Иногда бывают переломные моменты, потому что иногда нужно сказать, смотрите, конкуренты не рекламируются, здесь ноль. Бренд зарабатывает нормально, но мы все эти деньги забираем в виде кэша. А что будет, если мы возьмем и первыми выйдем на ТВ, и первыми проинвестируем и получим долю голоса 100%, пока конкуренты к этому не привыкли, пока это не является стандартом категории. Что, если все рекламируются онлайн, а мы выйдем в оффлайн? Такой стретчинг, такая растяжка, когда конкуренты заставляют вас тратить больше, а вы хотите тратить меньше. Или вы в этот момент хотите наоборот подкопить ресурсы, а потом ударить очень сильно. Это и есть искусство маркетинга, это и есть математика маркетинга. В данном случае, когда мы говорим о таком бюджетировании, я еще предлагаю думать о тех стадиях, на которых находится бренд, потому что если мы говорим об этапе первом, когда мы работаем на этапе, я напомню, архитектуры, когда мы создаем концепцию, когда мы просчитываем, то я предлагаю очень много внимания уделять как раз оценке рынка, оценке того прогноза, а сколько сейчас тратят конкуренты, а есть ли у них возможность вдруг увеличить бюджет, есть ли у них финансовые запасы, а как ведет себя потребитель, вам все это нужно просчитать. Когда мы переходим к стадии номер два, я напомню, это стадия стройки, то, конечно, вам нужно на этом этапе идти из того, что должно быть сделано. Вот просто must-have. Можете ли вы сделать бренд и не сделать сайт? Нет, не можете. Просто, возможно, на стартовом этапе это будет чуть более простой сайт, но он должен быть сделан круто. Я искажу из того, что все, что вы делаете, вам нужно делать минимум окей, а в ключевых вещах стремиться к тому, чтобы сделать это вау. Деньги вторичны. Потому что вы можете сэкономить, но сделать дерьмо, и тогда это вообще не нужно. Лучше сделайте меньше, лучше сконцентрировайтесь, лучше сфокусируйтесь. Самым важным моментом является момент взлета бренда. Почему? Потому что для того, чтобы оторваться от земли, для того, чтобы выиграть первых гостей, привлечь первых потребителей, побороть сопротивление маховика, вам точно, гарантированно нужно будет тратить больше, чем вы зарабатываете. желательно, чтобы этот период не был очень длинным, но вам нужна тяга. И в этом смысле я всегда большой сторонник того, что лучше пере, чем недо. Потому что на старте, если вы убедились, что ваша модель рабочая, что ваш потребитель остается счастливым, – давите педаль газа. Не бойтесь чуть-чуть перетратить на коммуникацию, что вы будете чуть более заметны. Лучше дайте с лихвой, это точно сработает, прорвитесь вперед и уже потом переключайтесь с чуйки на математика. Считайте, сколько у вас денег, думайте, где сэкономить, думайте, как повысить эффективность. Потому что часто люди, которые меняют эти вещи местами, попадают в просаг. Потому что они слишком рано начинают экономить, и в итоге им не хватает подъемной силы, чтобы оторваться от земли. То есть лучше переинвестировать и забрать эти деньги чуть-чуть позже, чем недоинвестировать и просто потерять все. Я могу вам привести пример. Это пример ресторанный. Потому что в ресторане есть такое понятие, как фудкост. Это стоимость еды в цене продажи, в чеке, который продается. И считается, что было бы неплохо, чтобы этот фудкост был в районе 30 процентов. Считается. Но, когда вы только открываете ресторан, когда вы создаете новых гостей, которые видят вас в первый раз, вам критически важно им понравиться. Очень часто эти компании, которые выигрывают битву за фудкост, проигрывают битву за гостя. И в итоге у них хороший чек, только их никто не пробивает, к ним никто не приходит. Намного правильнее сначала выиграть битву за гостя, сначала сформировать ядро лояльных постоянных покупателей. А после этого постепенно бороться за эффективность. Поэтому, когда мы говорим о работе с бюджетами, я всегда рекомендую на этапе планирования дум идти от целесообразности и чуйки, и от рынка. После этого на этапе запуска идти только от целесообразности. Где угодно, но найти деньги на те вещи, которые обязаны быть сделаны. И как только вы взлетели, вам нужно сразу переключаться на то, чтобы привязываться к двум вещам. Что делают конкуренты, сколько денег у нас, как повысить нашу внутреннюю эффективность, можем ли мы сэкономить, можем ли мы не перетрачивать, от чего можем отказаться, что дает лучшие результаты. Это постоянный эксперимент, позволяющий оптимизировать, оптимизировать, оптимизировать. Но при этом все время смотреть на конкурентов. Потому что, если вы будете супер оптимизировать, а они начнут много инвестировать, то вы снова станете менее заметным и можете проиграть. Потому что реклама от слова кричать. Бренд – это велосипед, вам нужно крутить педали. И еще никто не умер от того, что был слишком известен. Но огромное количество компаний умерли из-за того, что они были неизвестны никому. Поэтому работайте простыми инструментами, используйте их правильно, используйте их каждый день и будьте счастливы. Ваши бренды будут успешными. Итак, краткое резюме этого блока. Для того, чтобы работать с брендом, вам нужны простые инструменты. Все эти инструменты фактически делают две вещи. Они описывают в виде архитектурного плана тот бренд, который вы строите. Вне зависимости от того, какие инструменты вы используете, вам нужно помнить о том, кто ваш потребитель, какие рациональные преимущества и характеристики вы должны ему о себе сообщить, какие эмоции он должен испытывать, за какую социальную миссию вы боретесь и самое главное, какая ваша центральная идея. Какой ваш стержень, чем вы отличаетесь, в какую точку бьет ваш дятел. Когда эти вещи сформулированы, вам нужно выстроить бренд как систему, которая будет производить обмен между вами как папой бренда и потребителем, которая будет менять эмоции на транзакции, которая будет объединять в единую линейку вашу идею, вашу компанию, продукты, упаковку, контент и опыт, который переживает и создает и потребляет потребитель и только потом рекламу. Вам нужно научиться считать деньги. Деньги вам нужно рассматривать в контексте бюджета компании, но при этом не забывать, что есть конкуренты и иногда нужно тратить больше, чем вы зарабатываете, иногда нужно тратить больше, чем у вас есть прямо сейчас, для того, чтобы взлететь, для того, чтобы добиться успеха. И самое важное, не забывать слушать свою чуйку, потому что для того, чтобы быть успешным, нужно научиться делать то, что должно быть сделано в любых условиях и в любых обстоятельствах. Этот баланс между разными факторами, этот баланс и эта битва за константы в постоянно меняющемся мире и есть ваша работа, потому что вы папа бренда.